Доброе утро, наши друзья, наши подписчики, мой любимый Ванечка, племянник. Итак, мы сегодня переночевали ночь в отеле в Турции. Ваня, как называется, все забываю. Оскаймак, Инджи Курм. В общем, ну как, впечатление о номере, чуть попозже я вам сниму номер покажу. Ну, в принципе, хорошо, ну, всю ночь меня кусали комары. Наверное, нас заселили в 12 ночи. Ну, то ли у них номера не было, то ли они сказали нам получше дадут. В общем, ну, может, развели, я не знаю, нам сказали, короче, 2 часа подождите. У вас стандартный, а мы вам дадим какой-то там получше. Ну, не знаю, по мне я вам покажу чуть попозже номер 32 квадрата, обычный, стандартный, не стандартный. Вот, а сегодня мы начинаем новый день. А, вот хочу сказать, что очень всю ночь кусали комары. Я не могу, я исчезала, спрошу вас закрыть балкон, ну, не знаю. Обычно всегда с собой во все стороны беру брызгалки, вот раз нельзя, думаю, в Турции-то что везти? Ну, не важно. Причем комары присутствуют. И сейчас стою на нашем балконе, пока вся наша дружная семейка собирается на завтрак. И в течение всей этой недели мы будем показывать наш отпуск. Сегодня будет обзор отеля, сегодня мы пойдем на море купаться. А сейчас смотрите, я стою, какие сосны, боже мой, какая красота. Это сосны, это пальма. Ну, какая же это пальма, это сосна. Ай, тебе сосны. Вот, ну, как и шум, допустим, при открытом балконе немножко раздавался, было шумно. Ну, допустим, кто хочет спать, будет спать. Ну, а вообще, конечно, настроение отличное. И пойдемте с вами знакомиться с Адельем, с территорией. И отлично проводить время. Идем на завтрак. Итак, друзья, здесь ресепшн. Показы уже при дневном свете вам. Здесь очень уютно, на самом деле. Вчера вечером много людей сидят, отдыхают. Очень много посадочных мест, уютных диванчиков. Тут бесплатный сервис. Видите, что насчет Wi-Fi? Wi-Fi ловит только в лобби. Ну, я бы сказала, смотрю, для каких целей. Ну, посмотреть какие-то новости. Это все можно. Так, а мы с вами идем на завтрак. Потом еще больше будем смотреть, рассматривать. Вот у нас завтрак. Видите, какой большой ресепшн. И мы спускаемся вниз. Очень большой ресторан. Я всегда называю Столовая, но мне всегда делают замечания. Какая же Столовая? Это ресторан. Вот. Столики уютные. Бассейн. Сейчас мы займем местечко сначала. Где мы хотим приземлиться? Пойдемте. Да. Выбираем столик. И яичница, смотрю, есть. Вот сюда. Поступило предложение. Вот сюда. Но здесь еще не убрали стол-то. Сюда будем, да? Или вот давайте. Хотите сюда? Нормально? Давайте. Так. Достаточно большое количество людей, но свободных столов много. Ванечке, да? Итак, посмотрим, что на завтрак. Сыр, брынза. Йогурты различные. Покажите, Вань, покажешь, что на завтрак. Картошка фри. Помидоры. Кашка. Каша овсяная. Показывай. Это здесь. Ну, Вань, ты так показывай, что я даже ничего не вижу. Не то, что зрители. Остатки перцев. Это я, Ваня, ничего не слышу. Найди сосиски. А, вот здесь очередь, наверное, за яичницу. Найди сосиски. Подожди, а где яйцо-то делают, интересно? Сосиски? А, иди здесь сосиски. Сейчас разберемся, где-то делают. Так, стол с зеленью. Укроп, петрушка, салатики. Это очередь за кофе, я так поняла. Ну, огурцы, помидоры. Нет, здесь просто... Это за кофе очередь. А где же яички делают? Сейчас найдем. А, на улице еще что-то делают. Пойдемте посмотрим. А вот каши, мама, кушай, смотри, есть. Так. А, это вода. Так, и... Ну, получается... Так, и с этой стороны оливки, маслины. Опять зелень, сыр. Вот такой ассортимент. Я бы сказала, на завтрак довольно-таки небогатый. Но... Голодным не останешься. И сухие штучки. Так. Я хочу еще выйти на улицу. Посмотреть. А, ну вот и... Вишницу. Так. Сейчас вишницу сделают. Там вафли кутут. Очереди везде. Знаете, что, ребята, меня удивляет? Меня удивляет то, что везде очередь. Допустим, чтобы налить кофе. Но поставьте бы больше этих кофейных аппаратов. И, допустим, здесь, смотрите, сладкий стол. Ну, это только такие булочки. Я себе взяла яичницу. Отстояла в очереди. Здесь делают соки натуральные. Видите, парень стоит. Но это все уже за деньги. И... О, Ленок, привет! Два доллара стоит. Два доллара. Вон блинчик. А, Ваня, возьми блинчики. Вен, дай тарелочку. Очередь закончилась. Он блинчиков хочет, Ваня. А вон там вот, где... Ну, вот в столе. Бери. Во, видите? Только я возмущалась, что там очередь. А очередь уже закончилась. Сейчас возьмем блинчиков. Видите, девушка делает. И на улице, смотрите, как комфортно можно посидеть. Могу сделать пока вывод про завтрак. Я не знаю. В общем, ну как, на завтрак голодный не останешься. Ну, мне не нравится эта очередь к кофейным аппаратам. Не торопится убирать. Ложечек нет на завтрак. Чайных, да? Да, Ваня? А тебе как? А Ваня-то взял, боже мой. Ваня, как ты наешься вот это, что ты взял? Ты едешься. Ваня вообще есть не хочет. Ну, в общем, очень-очень простенько. Очень. Посмотрим, что будет дальше. В общем, жесть. За кофе там я так и не достоялась. А чайник. Все чайники пустые. Принесли покушать. Короче, картошку фри, сосиски. Очень моментально. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот, ну, я вообще считаю. Смотри, ну что это? Нет, я просто показываю для тех, кто сюда собирается. Мне-то пофигу. Ну, неприятно, допустим, когда битые блюдаются. Когда не убирают со стола, да? Такие мелочи. Ваня не знает, что кушать. Ой, так жарко. В общем, полотенце выдают на ресепшн после 9 часов. За лук, за каждое полотенце оставляешь 10 долларов. Это очень удивительно, да? Ну, для отеля опять ультра все включено. Ну, не знаю, насколько тут ультра, не ультра. Мы с вами будем вместе ходить, разбираться. Но людей очень отдыхает много, очень. И неудивительно, что мест... Вообще удивительно в этом году, когда мы покупали путевку. Мы ее покупали почти за 2 дня до каникул, до Ваниных. И такие цены взлетели, что, в принципе, нереально. К тому чудом достался билет на самолет, и мы улетели. И поэтому, ну, там, завтраки, номер, все это, конечно, второстепенно. Все, зачем мы сюда ехали, это, конечно же, море, солнце и процесс выздоровления. Ваня все разбирается с моим старым разбитым айфоном. И сейчас мы пойдем на пляж. И это, знаете, такой большой плюс, потому что пляж, вот уже синее море. Видно, видишь, Ваня море, бабушка наша уже пошла. Не знаем, как там насчет лежаков, но то, что оно в шаговой доступности, это, конечно, классно. И мне очень нравится территория. Попозже мы ее еще с вами вместе посмотрим. И мы идем. Сегодня у нас, Ваня, какое с ним число? Восьмое. Восьмое октября. Светит солнышко, нет никакого снега. Все ходят раздетые. И это, согласитесь, 8.40 утра. И это есть счастье, да, Иван? Что еще нужно для счастья? Солнце, воздух и вода. Пилинг. Потом мы узнаем, сколько стоит пилинг. Да? Ты пойдешь с нами на пилинг с девчонками? Ваня говорит, какой пилинг. Сейчас, Ваня, ты бабушку найдешь. Вот, смотрите. Бассейнов множество. Ну, не так множество. Три уже точно видела. Вот здесь, смотрите, зона у бара. Удобно, согласитесь, когда в таком, в такой близости находится море. О, люди плавают уже вовсю. Песочек, песочек, песочек. Сейчас, Ванечка, посмотрим налево-направо. Поищем бабушку. Осторожно, смотри, под ноги. Так. Межаки. Так, судя, потому что за полотенце залог, то, смотрю, полотенце-то далеко не у всех. Так, ну что, Ваня? А, вон бабушка. Все, идем, 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 идем. На пляж нужно приходить заранее, потому что лежаков бабушка наша еле заняла три. А нам надо три штучки, да? Два, да? Три, а мы ранее будем с нами. Ну да. Ну ладно, и это тоже мелочи. Так, друзья, пойдемте посмотрим с вами море. Ой, а запах какой. Это то, зачем мы сюда прилетели. И неважно, какие отели, главное купаться. Так, вода, песок. О, еще холодновато. Холодновато будет пока. Не, я не могу, мне холодно. Заход приятный, не знаю, как там дальше. Ну, смотрите, народ уже купается вовсю. А, интересно, вот эта линия. А. Там еще, говорит, крутые горки. Так, бабушка наша поплыла. Так. Как водичка? Нормально. Отлично? Вот такой пляж на территории нашего отеля. Хороший пляж. Асанган, смотрите. Какое море. Зеленые пальмы. Вообще супер. Ладно, пошла тоже купаться. Спасибо. Спасибо.